Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, 23 февраля, День защитника Отечества. И поэтому в нашей сегодняшней программе очень любопытное сочетание всего, что связано с этим праздником. Праздник в этом много лет, и события, которые отмечаются в этот день, для многих очень многое значат. И поэтому с радостью представляю вам участников нашего сегодняшнего разговора. Это майор запаса, руководитель юноармейского отряда «Феникс» средней общеобразовательной школы номер 52 городского округа Люберцы Дмитрий Борисович Баранников. Здравствуйте, Дмитрий Борисович! Здравствуйте! Дмитрий Борисович! А что такое вице-младший сержант? Откуда такие звания интересные? Это специальные звания, которые существуют для кадетов и тех, кто занимается военной патриотикой, для того, чтобы как-то обозначить командиров. Которых есть командирский стиль, да? Талант, знания, приобретенные в военно-патриотическом клубе, опыт определенный. Ну и какой-то рост, да? Конечно, рост. И они даются не просто так, они даются за победы в соревнованиях. То есть человек руководил группой на соревнованиях военно-патриотических, областных, районных. Вот мы сейчас и узнаем это. Ну, Виктория, мы поздравляем, что вы вице-младший сержант. Я как рядовой запасы, получается, вроде как даже вот рядовой, а вы уже сержант. Как завоевали эти титулы? Что за соревнования такие? Юнормейские соревнования между школой и областей. Там проводятся полоса препятствий, знания, истории также. Какие-то битвы изучаете? Ну, военная история или вообще история как таковой? Военная история разных людей воевали. Ну, людей, которые связаны, то есть там, да, полководцы, события. Ну и, собственно говоря, страшновато было участвовать в таком соревновании? Проиграть же нельзя. Нет, не страшно. Совсем как игра. А много, да, было участников с разных, скажем так, регионов области? Очень много. Да, то есть это как бы такая важная история, да, победить в этом. Да. Потому что не растворится в этой истории. Ну, еще хочу обратить внимание, что Виктория у нас три года, да, вы в клубе уже? Целых три. Время-то летит. Казалось бы, 19-й, да, ну, 19-й, 20-й год, примерно эта половинка. Ну и вы награждены знаком отличия ВПК «Фениксник». Вот он у вас, да, на руке, шеврон, а на груди у вас вот этот уже первая завоеванная награжденная медаль. Ну, мы же понимаем, что юнармия – это в какой-то, ну, во-первых, это патриотическая организация, это мы понимаем. Но это немножко и игра, это немножко познание мира уже с точки зрения военной тематики, боевой тематики, тематики исторической. Ну, и вот умение, да, создавать команду, растить командиров. Возможно, кто-то, да, действительно станет потом офицером. Правильно я обозначил задачи за вас? В первую очередь юнармия – это воспитание. Так. Это воспитание патриотизма. А что такое патриотизм? Это любовь. Во-первых, любовь к родине, любовь к матери, любовь к семье. Нормальные человеческие чувства. Это то чувство, с которого все начинается. У нас дети прекрасно знают, сколько полов существует. Что когда человек рождается, акушерка, приняв роды, она сразу говорит маме, поздравляю вас, мальчик. Или поздравляю вас, девочка. И других полов не существует. И поэтому у нас существует понятие рода, понятие семьи, понятие родственников, родни. Прошлого, настоящего и будущего. И вот это воспитание, оно проходит красной нитью через всю нашу деятельность юноармейскую. Чем бы мы ни занимались, поем ли мы в каком-то конкурсе, рисуем ли мы какие-то плакаты, собираем ли мы гуманитарную помощь, делаем ли мы окопные свечи, участвуем в каких-то военно-патриотических соревнованиях. Это все идет с того слова, которое называется любовь. Ну и вот тут возникает вопрос, который мы Виктории тоже адресуем. А почему вы пришли? Все-таки вы уже, можно сказать, ветераны этого движения, три года целых. Ну вот потому что время проходит быстро, а потом вуз будет, ну дальнейшая жизнь. Почему вы решили в юноармию прийти? Вас кто-то пригласил или за руку привел, или заставили прийти? Нет, нам предложили, хотите, вступите. И мне очень захотелось, потому что это новые знания, это новые умения и качества, которые можно приобрести. А вот то, что это все-таки немножечко как бы, ну, военизированная такая структура, да? Ну для мальчика понятно как бы, мне кажется, что это вполне себе естественно. Я еще помню времена НВП, вот. И то там немножечко было, да, деление для мальчиков одно, для девочек другое. Вот, но все равно, да, у вас форма практически, да, военная и так далее. Вас это не смущало? Нет, совершенно нет. У вас есть родственники, которые, может быть, служат или служили когда-то? Служили раньше, да. Да? Участвовал во Второй мировой мой прадед, Космодемьянский Василий Егорович. Он был летчиком-летчиком. Ух ты! Прожил, смог выжить в войне, но после разбился на самолете. Да вы что, уже пособерное время, да? Да. Вот как вот, да, судьба. Но я думаю, ему было бы приятно, конечно, осознавать, что вот, вот что еще хорошо, да, что вот вы говорите. Ведь наше поколение прадед или прапрадед, это практически невозможно уже было узнать. Я так понимаю, что вы с помощью, ну, понятно, что Второй мировой войны, Великой Отечественной войне, участвовала вся страна, и поэтому, наверное, с помощью исторических каких-то ваших занятий и ребята тоже узнают о своих родственниках, о дедушках, прадедушках, верно? Ну, родственники Вики знают все, это первый герой Советского Союза, Космодемьянская, они все знают. То есть это вот так? Да. Ага. То есть преемственность поколения у нас тоже вот такая вот представительность. А как вот вы, это же надо все-таки, ну, не хочется слово заставить, а создать, да, такие условия, чтобы вот человек сам захотел чего-то найти, что-то послушать, прийти? Потому что если ему будут плохо рассказывать или показывать, он же ж уйдет. Как строится ваша работа? Ну, работа строится с самого начала. Вот завтра мы едем, например, вступать в юнармию, новые члены едут. Домашнее задание узнать у своих родственников, кто воевал в Великой Отечественной войне, фамилию, имя, отчество, дату рождения. А где и что делал, мы узнаем в парке «Патриот», в музее Победы, потому что они вобьют эти данные в компьютер и вылезет фотография, где участвовал, в какой части служил, что делал, какие подвиги совершил, чем был награжден. Все узнают о своих родственниках. Это же интересно. Я там находил тоже своего деда. Ну, я живых их помню, все. Они все выжили после войны, два деда у меня воевали. И так интересно, я даже обнаружил там фотографию, которую никогда не видел. И прямо на награждение, разное награждение, много медалей было, наград. И как бы вот это групповая, да, там указ идет. И прямо список всех награжденных идет. Так интересно. И ты вдруг стоишь, да, возле этого монитора, и тебя прямо как-то, как будто в то время переносишься. Ну, хорошо. Сейчас, Виктория, следующий вопрос. Три года, вы, наверное, перезнакомились все. Вообще, кто вот эти ребята юноармейцы, кто, как проходит ваш внутренний там мир, в чем он состоит. Понятно, что есть замечательные наставники, но есть и вы. Вот, ведь это же надо там в эстафете, наверное, по какой-то поучаствовать, да, в каких-то военных, полувоенных играх и так далее. Как? Ну, сдружиться можно сразу, увидев только форму. Это вот, ты понимаешь, что у человека... Типа свой. Да. Да. У человека тоже есть такой же интерес, стремление к чему-либо, и вы понимаете, вот с ним мы сможем сговориться. Ага. Ну, это основная причина, вот как можно... Ну, а дальше уже, да, каждый друг за другом, да, потому что это же командная, это именно командная, как сейчас говорят, командная работа, да, у вас по командной истории. И вот тут, Дмитрий Борисович, нас же все время говорят сегодня, что дети у нас там, да, эмансипированные многие, очень много находятся в интернете и так далее. И тут вы предлагаете им, да, некую патриотическую повестку, как сейчас говорят. Но не все же к ней готовы. Как удается сделать так, чтобы к вам еще с вопросами приходили? У вас какие-то специальные преподаватели существуют? Как это работает? Где вы находите тех людей, которые, ну, находятся ребятами общий язык? Потому что вы сказали очень важное слово, не образование, а именно воспитание. А воспитание иногда гораздо сложнее, чем образовать, верно? Да. Но цель, одна из целей, оторвать как раз детей от того, что вы сказали, от гаджетов. Потому что гаджеты, это не только добро, но и зло. Да, в настоящий момент дети просто теряют память. То есть вся память в телефоне. А зачем запоминать, когда можно сфотографировать, все, уже информация сохранена. И получается так, что... Немножко пустота, да, в голове? Там получается иногда так, что на уроке спрашиваешь, он руку тянет, хочет ответить. Пока три парты дошел, он забыл. Что хотел сказать? Почему? Потому что вот в телефоне вся жизнь. А мы от этого телефона его забрали, научили, какие воинские звания надо запомнить, потом, какие военно-морские звания надо запомнить, какие сигналы оповещения существуют и так далее, и так далее, и так далее. Нам очень много, что надо запоминать, что в телефон не вложишь. Но опять же, это нужно делать, насколько я понимаю, именно, ну, не в такой вот форме, все-таки я в армии служил когда-то, да, это надо еще сделать так, чтобы ребенку было интересно. Конечно, ему интересно разобрать автомат, пострелять, поэтому мы сначала даем. А вы разбираете автомат? Конечно. За сколько? Репорт 20 секунд. Вот, я не помню. Разобрать и собрать. На отлично в армии 15 секунд разобрать и 25 собрать. Да. 40 секунд на отлично. Да, да, да. Они делают, вот у Вики 20 секунд, есть у нас мальчик за 18 секунд. Вот здесь мы с вами, коллеги, по крайней мере, автоматы точно разбирали, это я помню. И неплохо, кстати, да. Так вот, им интереснее, конечно, пострелять, поразбирать автоматы. Но чтобы к этому подойти, надо кое-что запомнить. Например, воинские звания. Ну, стимул, стимул. Правильно? А, то есть вы как бы пряничек такой, да? Да. Учишь это, да? Да, к этому надо прийти. Подпущу тебя к ружью, то есть к автомату, если выучишь это. А иначе как? Так, мы же приезжаем на соревнования, определенные этапы, воинские звания. Там такой этап, такой, такой, такой. Ну, все, надо знать. А в одном этапе будет прокол. Все. Виктория, мы сейчас с вами будем прощаться, потому что у нас заканчивается первая часть. Вы как уже ветеран движения. Вот скажите, на сегодняшний день, что вы ощущаете, что вот эти три года вам дали, и чтобы вы напутствовали тех, может быть, ребят, которые, ну, еще пока не знают, куда себя пристроить. Почему они к вам должны прийти? Как вы считаете? Это также, они будут чтить память родственников, своих живых и умерших уже. Они могут радовать также своих бабушек, дедушек, им будет приятно. Хорошими, да, показателями. То, что вот я увлекся этим, я помню, что вы, кто вы, что вы с ними. Ну, связь поколений, да, вот когда, как бы, не просто мы, как это, вы отдельно, мы отдельно. У нас своя история, у вас своя, а так вы все вместе. Ну, я так понимаю, что это команда, да, то есть, когда вот вы вырастете, ну, наверное, уже уйдете из юнармии, да, другие приходящие будут, будет такое переходящее знамя юнармия, да, передаваться из рук в руки, верно? Конечно, вот, мне до сих пор дети, которые выпустились, я не в одной этой школе уже работал, или в 56-й гимназии работал, они мне до сих пор присылают поздравления, пишут, спасибо, что не дали сидеть дома на диване. Вот. И видео, где он побеждает в соревнованиях по сборке-разборке автомата у себя там, куда он поступил, в училище МЧС. А, его видео еще и поступил, в принципе, по сервису. Да, и вот многие ребята, и с днем рождения поздравлять с Новым годом. Ну, это показатель, это показатель. Ну, что ж, да, с Митрием Борисовичем мы не прощаемся, а Виктории желаем в дальнейшем, да, так как она уже у нас начальник небольшой, готовить себе, значит, смену очередную, потому что время идет быстро. Пожелать вам успехов, знакомьтесь еще раз, это Виктория Хромина в военно-патриотическом клубе «Феникс 3 года», командир группы, вот, и даже награждена знаком отличия ВПК «Феникс Ника», такая внутренняя награда, да, которая говорит о том, что человек достиг чего-то определенного. Мы желаем вам удачи, с праздником тоже и вас поздравляем, тем более с двойным получается праздником, 23 февраля и 8 марта. Ну, а программу мы продолжим, дождитесь. Напомню, что программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко, программа сегодня у нас посвящена 23 февраля, и, наверное, приятно, что в День защитника Отечества и мы, в общем-то, и пригласили людей, которые, как бы, многое вроде с этим связано, но разве только что Дмитрий Борисович непосредственно у нас, да, к празднику имеет отношение, но так получилось, что у нас есть юноармейцы, и теперь у нас здесь студия Анастасия Булычева, ученица пятого класса, самая юная, да, у нас сегодня из всех участниц. Вот вы с какого класса вообще берете, представляю вам еще раз, Дмитрия Борисовича Бараникова, майор запаса, руководитель юноармейского отряда «Феникс», средней общеобразовательной школы номер 52, городского круга Люберцы. С какого возраста начинается юноармия? Юноармия вообще с 10 лет, но у нас есть представители и третьего класса, и второго класса, я не могу никому отказать, ни одному человеку не было отказано. А они как приходят, они должны поставить в известность там классного руководителя, родителей, или как, вот именно сама схема? Оформляются документы, заявления, согласие на обработку персональных данных, анкета, фотографии, оформляется после вступления в юноармию, то есть после прохождения ритуала, как завтра вот Настя будет проходить в парке «Патриот», юноармейская книжка, в которую заносятся все ее будущие подвиги, где она участвовала, в каких конкурсах, в каких... И потом это сыграет, если она будет поступать куда-то в качестве бонусов, можно, да? В качестве бонуса до пяти баллов это дает. А у Виктории много вот баллов в первой части у нас было? Дело в том, что это зависит от вуза, это вуз дает. А, верно. Это вуз дает, или учебное заведение. Но в любом случае... Что там будет? Они имеют преференции. Я хочу еще что рассказать. У нас есть хитрые юноармейцы, в основном это мальчики. Почему они здесь не присутствуют? Потому что они собирают грамоты благодарности от юноармии, в других конкурсах участвуют и размещают на сайтах престижных лагерей. Раньше пионерские лагеря, это были Артек, Орленок. Я знаю, у меня сейчас Сашенька уже третий раз сам себе путевочку в Артек сделал, в Орленок. То есть размещаются вот эти грамоты на сайте вот этих лагерей. Каждая грамота весит определенные баллы. Смотри, как вы делаете. Набирается определенное количество баллов, и ему приходит бесплатная путевка. Маме остается заплатить только за проезд туда-обратно. Шикарно. А вы представляете, сколько сейчас стоит путевка в Артек? Не представляю. Я и в наше время не представлял, и сейчас не представлял. Это огромные деньги для семьи. Не каждый может себе позволить. Ребенок сам себе заработал путевку. Молодец, неожиданно. Ну, уже второй или третий раз отдыхает в этом году. Ну, давайте Настю подключим к разговору. Настя, всего пятый класс у вас, самый такой интересный возраст. А вы зачем пошли в юнормию? Ну, мне захотелось... Ну, во-первых, меня Дмитрий Борисович заинтересовал тем, что там я могу найти себе новых сверстников, друзей. Вам своих мало сверстников, которые в классе у вас во дворе, или вы решили расширить круг? Конечно, расширить. Лучше не больше друзей. Нашли? Даже одноклассников. Я так понимаю, что форму вы одели совсем недавно. И у вас есть какое-то желание быть как-то с армией связанной? Или просто вот нравятся те ребята, которые именно в юнормии находятся? Ну, мне в юнормии нравится то, что мы там учимся разбирать автоматы, первой медицинской помощи. Ну, короче, то, что может мне пригодиться в будущем. А кем вы сейчас на сегодняшний день планируете быть в будущем? Уже есть какие-то планы? Пока что нет. Пока нет. Но первая помощь точно, это 100%. Автомат, конечно, хочется, чтобы было только в качестве какого-то спортивного снаряда, но тут видите, какое время сейчас. И еще один вопрос, Настя. А как вот относятся к вам ваши ребята, которые, ну, одноклассники или знакомые во дворе, которые не в юнормии? Чего ты туда пошла? Или вы уже теперь будете в форме ходить такая вся? Ну, мне кажется, что они нормально ко мне относятся, как обычному человеку, потому что я пока что еще никаких наград не получила, и поэтому я еще обычный человек. Еще обычный человек. Замедлить нечего пока. Да, заведлить нечего. Вот интересно, Дмитрий Борисович, вот это важный такой момент, что получается, это такой, как сейчас говорят, лифт определенный, да? Все-таки мы рассматриваем юнормию, не зря называется юнормеец, да, со словом армия и так далее. Армия – это другой порядок, да? Другой немножечко, ну, дисциплина другая. Вот. Мне такое ощущение, что, наверное, некоторым ребятам просто психологически к вам идут, потому что они чувствуют, что им нужна какая-то дисциплина, чтобы немножко их, ну, направили на путь истины. Это так? Настя правильно сказала. Она туда пришла за кругом общения. Понимаете? Другой круг общения. Другой круг общения совершенно. Это мотивированные дети, которые хотят чему-то научиться, что-то новое постичь. Ведь, понимаете, у нас здесь… Не диванные, как мы выяснили с вами, да. Есть же у нас государственные бесплатные школы, да? А есть частные платные школы. За что родители платят деньги в платных школах. И не маленькие. И не маленькие. Они платят за круг общения. Они платят за круг общения. За атмосферу. Учителя одни и те же кругом. Но они платят за круг общения. А здесь круг общения шикарный. Бесплатно. А сколько сейчас в отряде? Как-то у вас варьируется? Один или несколько? Вы же по возрасту отряды делаете? Какой принцип? Нет. У нас разновозрастный отряд. Дело в том, что пока у меня была возможность быть классным руководителем, у нас был юноармейский класс и плюс еще разновозрастные дети. Так как я их выпустил, и сейчас у нас не просто общеобразовательная школа, а общеобразовательный комплекс, где насчитывается пять детских садов и две школы. Это просто целый... Наврузка, заместитель, директор по безопластности. Завод целый, да. Комбинат. Гораздо больше стало. Поэтому у меня такой возможности руководить классом нет. Поэтому у нас сейчас разновозрастный отряд. На счет точной порядка 30 юноармейцев. Разновозрастных. Опять же, мы одних выпускаем, других принимаем в юноармей. Вы потихонечку так вот в процессе. Сколько уже существует отряд? Так-то я сначала с 11-го года работал в 56-й гимназии. И это вообще был первый военно-патриотический клуб, который здесь был в Лигеретском районе, то есть до юноармии еще за пять лет. В 11-м году. Потом так получилось, что я перешел в 52-ю школу, создал «Феникс». Но благодаря тому, что профессиональный коллектив 56-й гимназии этот флаг подхватили и несут до сих пор. И мы с ротоборцами, которые в 56-й гимназии первые вступили из числа Московской области вообще в юноармию. Это было в 2016-м году. Получается, у них отряд и у вас отряд, да? У нас отряд не только в 52-й школе. У нас где-то порядка 16 отрядов по Лигеретскому району. Ваши коллеги были здесь. Да, с 17-го года я работаю в 52-й школе. И я хотел бы выразить от всей души слова благодарности директору школы Тушуу Екатерине Николаевне. Потому что этот человек во всем поддерживает. Во-первых, когда я пришел, у нас нет отряда юноармии. И мне нужен отряд юноармии. Я говорю, а мне нужно два автомата, четыре пистолета. Пока я пальцы загибал, прошел месяц, и через месяц у меня все было. И тир, и все. Это просто человек, который поддерживает во всем. И у нас проходят и сорницы, и конкурсы военно-патриотические песни строевой. А-а-а. И мы уже... Я помню, мы делали. Россия, любимая моя, родные березки, топали, как дорога ты. Вот мы на соревнованиях и поем. И уже три года мы проводим на район соревнований, то есть на весь Либерецкий район, для самых маленьких, как раз для пятого класса, которые только вступают в ряды. Для них первые соревнования. И мы организуем уже на весь район. С Черкасовым Алексеем Андреевичем, начальником штаба регионального отделения нашего юноармии Либерецкого района. Был у нас тут, да. Да, вернее, не регионального, а местного отделения регионального, это у Луковшиков. Ну, знаете, вы сейчас... И я что хотел сказать. И благодаря комитету по делам молодежи и штабу юноармии мы опять же будем организовывать эти соревнования в этом году. Это, как правило, последняя пятница апреля перед каникулами. Мы вас приглашаем усветить. Понятно, хорошо. И посмотреть, как Настя там будет участвовать. Значит, Настя, а какие соревнования проходят? Ну, песня. Вы еще участвовали в чем-нибудь уже в каких-то мероприятиях? Ну, я еще никогда не поступила в юноармию. Я была... Ну, я пела тоже юноармейские песни. Такие патриотические. В летнем лагере, например. Мы несколько раз были. А, в летнем лагере. Понятно. Ну, а сейчас надо будет уже... Вы же будете вступать в парке «Патриот». Там что-то надо, какую-то клятву давать или что-то вы учили? Или просто надо четко стоять и слушать, чтобы говорить? Ну, мне кажется, нужно смирно стоять, чтобы показать, что мы все... Готовы. Да. Скажите, а как родные ваши относятся к вашему выбору? Ну, они всегда меня поддержат, что я выберу. И мама сама захотела, чтобы я тоже пошла туда. Папа тоже гордится. Теперь надо будет гладить форму, да? Чтобы все было... Это же тоже важно. Потому что солдат в форме должен быть идеально все. Ну, и движемся мы к завершению. В общем, чем отличается на... Ну, вот вы сказали, что через какое-то время вам пишут поздравления и так далее. Вот если взять ребенка, который из одного класса, да, кто-то... Ну, разными ребята занимаются, да? Чем юнормеец? Какое у него главное отличие? То, что он умеет в строевую ходить и немножко по-другому на мир смотрит? Или что-то гораздо важнее? На важнее. Опять воспитание. Воспитание. Воспитание другое. Другое отношение к женщине. Ага. Другое отношение к мужскому долгу. Имеется в виду... Для мальчиков. Да. Каждая мать должна понимать, что если она родила мальчика, она родила воина. Если она родила девочка, это будущая мать. Вот таким образом их и надо воспитывать. Потому что предназначение любого молодого человека – это защищать. Защищать свой род, защищать свою маму, защищать свою землю. Это защита. В эту защиту входит и обеспечение семье. Ну, да, это получается главный такой важный аритмотив всего. А главное, что должна сделать женщина – это продолжить род, родить детей. Как долго у вас проходят занятия? Это как классное дополнительное время в течение недели? Это дополнительное время после уроков. Я каждый день с ними занимаюсь. Плюс у нас в каждую перемену лежат автоматы, лежат другие какие-то гаджеты. Вместо того, чтобы бегать, носиться по школе, они приходят ко мне в класс и производят сборку-разборку автоматов, пистолетов, снаряжение магазинов, в дизайне морских узлов, кстати, мелкая моторика рук. Опять же, для мозгов очень полезная. Ну что ж, я хочу вас поблагодарить. Дмитрий Борисович Баранников, майор запаса, руководитель юноармейского отряда «Феникс», средняя общепрозвательная школа номер 52 городского округа Рюберцы, и Настя Булучева, которая была сейчас гостью нашей программы. Кто только начинается, все, она, конечно же, переживает. Мы желаем, чтобы у вас в парке «Патриот» все, там будет мощное такое событие, чтобы все состоялось. Ну и поздравляем вас с Днем Защитника Отечества и вашим лицем всех ваших родных и близких, кто имеет непосредственное отношение к этому событию. Ну и всех наших телезрителей. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»